Турецкий язык. Производные имена. Тюремич и симляр. Аффикс лык. Этим уроком мы открываем серию уроков про словообразовательные аффиксы в турецком языке. При помощи таких аффиксов создаются новые слова. Это могут быть существительные, это могут быть глаголы или прилагательные. Данная серия уроков будет имена про аффиксы, в помощи которых образуются имена существительные. Или по-турецки тюремич и симляр. Производные имена. Это такие имена существительные, созданные при помощи присоединения словообразовательного аффикса к корню или основе слова. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим аффикс лык, который по гармонии гласных имеет 4 варианта. Лык, лик, лук и люк. Если гласное в последнем слоге слово а или и значит лык, если э или и значит используем аффикс лик, если о или у используем аффикс лук и э или ю используем аффикс люк. Давайте посмотрим, какие слова могут образовываться при помощи этого аффикса. Есть несколько тип слов, которые образуются при помощи этого аффикса. Первое. Слова, которые образованы с помощью аффикса лык, обозначают местность, в которой скоплены предметы, выраженные в корне или основе слова. Посмотрим на примерах. Например, таш – это у нас камень. И ташлык будет переводиться как каменистая местность. То есть это местность, где много камней. Как вы видите, слово, образованное с помощью аффикса лык, обозначает скопление предметов, в данном случае таш, в одном месте. Или еще пример. От – это у нас трава. От лук – это лук или пастбище. То есть место, где есть скопление, где есть много травы. Это может быть лук, это может быть пастбище. И это вообще может быть какой-то кусок, на котором есть много травы. На эту часть места мы тоже можем сказать от лук. Еще пример. Аач – дерево. Аачлык – это заросли деревьев. То есть это такая местность, на которой находится несколько деревьев. Это не переводится как лес. Лес у нас орман. Но аачлык – это может быть часть леса, какая-то часть леса, где много деревьев. На это тоже можно сказать аачлык. Или какая-то лесополоса может быть, где тоже есть скопление деревьев. На это мы тоже можем сказать аачлык. Еще пример. Кум – песок. Кумлук будет обозначать песчаная местность. Или какая-то часть песка, например, пляж. Возле пляжа на песок мы можем тоже сказать кумлук. Еще пример. Дао у нас гора. Даолык это горная местность. То есть это будет местность, где находятся горы. Не одна гора, а несколько гор, маленьких и больших. То есть горная местность будет у нас даолык. И точно так же орман. Лес. Орманлык. Лесистая местность. То есть местность, где находится много лесов. Орманлык. Лесистая местность. Теперь посмотрим второй тип слов, которые образуются при помощи аффекса лык. Они обозначают место, в котором хранятся предметы, выраженные в корне или основе слова. Это значение очень похоже с предыдущим, с первым. Но если то у нас была какая-то открытая местность, то здесь это больше местность, в которой эти предметы хранятся или находятся. Для примера. Калем. Ручка. Калемлик. Это пенал. В пенале у нас хранятся несколько ручек, несколько таких предметов. Мы поэтому говорим калемлик. И точно так же это может быть какой-то органайзер для ручек, где есть скопление таких ручек у нас хранятся. И это тоже будет калемлик. Или еще пример. А якобы у нас обувь. А якобылык это может быть как подставка для обуви, так и шкаф для обуви. То есть это опять же у нас место, в котором мы храним обувь. Русский язык у нас намного богаче, чем турецкий язык. И поэтому у нас для каждой вещи есть отдельное свое слово. Но в турецком языке все намного проще. Там все исходит от логики и значения. Если у нас есть место, где мы храним или ложим куда обувь, много обуви, мы его называем а якобылык. А какой формы и как, это уже не важно. Следующий пример. Китап книга. Китаплык это будет книжный шкаф. Или это может быть полка, на которой находится много книг, хранятся, лежат. Это тоже можно назвать китаплык. Еще пример. Щекер сахар. Щекерлик значит у нас сахарник. То есть место, где мы храним сахар, много сахаров, получаем щекерлик. И также по-турецки щекер это не только сахар, а еще и конфеты. Поэтому щекерлик может быть не сахарницей, а конфетницей. Место, где мы храним или где лежат конфеты. Еще один пример. Чопь у нас мусор. Чоплюк у нас мусорная свалка. Или какие-то контейнеры с мусором. На это тоже можно сказать чоплюк. Может быть свалка мусорная чоплюк. Может быть какие-то контейнера или место, куда выбрасывают мусор. Тоже чоплюк. Почему? Потому что по логике турецкого языка, именно данного аффикса, если у нас есть скопление каких-то предметов, в данном случае чоп, то что бы это ни было, мы можем это называть одним словом чоплюк. И еще один пример. Мезарш – могила, а мезардык – кладбище. Это слово можно отнести и в первый тип слов, потому что это как бы местность у нас такая открытая. Но я отношу сюда, потому что у нас кладбище – именно место для хранения. Поэтому это слово находится здесь. Еще раз повторим. Мезарш – это могила, а мезардык – это место, где хранятся много могил или кладбища. Третий тип слов. С помощью аффиксалык образуются названия профессий, должностей и сферы деятельности. Посмотрим на примерах. Эритмен – учитель. А эритменлик – это профессия учителя. Это как профессия. Или как сфера деятельности – это преподавание. И смотрите, возьмем два примера предложений. Например, университедэ эритменлик – будет переводиться как «я преподаватель в университете». А можно сказать и вот так. Университедэ эритменлик я пьорум. Что будет переводиться как «я делаю преподавание» или «я преподаю в университете». Университедэ эритменлик я пьорум. Еще пример. Мюгендис – инженер, мюгендислик – профессия инженера, или как сфера – это инженерия, тоже у нас мюгендислик. Возьмем два примера предложения. Аркадашим иншат мюендиси – мой друг, инженер, строитель. А вот пример, когда у нас слово мюгендислик мы используем как инженерия. Модерн мюгендислик ашамалары – этапы современной инженерии. То есть здесь у нас слово используется как сфера деятельности. Еще пример. Мюдур – директор. Мюдурлюк – это должность директора. То есть мюдур – это у нас какой-то человек, какое-то лицо, а мюдурлюк – это у нас должность. Это слово может не относиться к какой-то личности, оно обозначает просто должность директора. Возьмем для примера использование в предложении. Управление холдинга опубликовало результаты назначения на должность генерального директора компании. Яинлады – это значит опубликовала. Что опубликовало? Здесь у нас такой очень длинный изофет. И точно так же, например, ассистан – ассистент. Ассистан лык – это должность ассистента или должность помощника. Ассистан – ассистан лык. Четвертый тип слов, который образуется при помощи аффекса лык, он образует слова, которые означают название учреждений или образований. Например, Бакан – это у нас министр, а Баканлык – это министерство. Это то место, такое образование или учреждение, место, где работает этот министр. Бакан – Баканлык. Возьмем пример предложения. Баканлык – Беллибир конуда, эйтим, малия, саулык, савунма и башкалары. Девлеттин, Ищлэринь, Ёнэтэн, Курулыштардыр. Переводим. Баканлык – министерство. Курулыштардыр – это образование или орган. Девлеттин, Ищлэринь, Ёнэтэн, который управляет государственными делами. Беллибир конуда в определенной или в отдельной сфере. И какие-то могут быть сферы, эйтим – образование, малия – финансы, саулык – здравоохранение, савунма – оборона и у нас идет вебашкалары и другие. Точно так, исходя из этой логики, вали – мэр, валилик – это значит учреждение мэрия. Каймакам – губернатор, значит каймакамлык – это у нас администрация губернатора. Или башбакам – премьер-министр, значит башбакамлык – это администрация премьера-министра. Здесь же у нас может быть ректор – это ректор, значит ректорлюк – это место образования, где у нас сидит кто? Ректор, находится там, работает, возглавляет. Значит ректорлюк у нас ректорат. Точно так же, декан – это декан, и деканлык – деканат. В примере предложения. В этом году здание деканата медицинского факультета будет проведен ремонт фасада. В этом году здание деканата медицинского факультета будет проведен ремонт фасада. Еще раз произнесем полностью предложение. В этом году здание деканата медицинского факультета будет проведен ремонт фасада. Исходя из этой же логики, крал – это у нас король, и значит краллык у нас будет королевство. Следующий, пятый тип слов, который создается с помощью аффекса «лык», он образует названия бытовых приборов, инструментов или приспособлений. Например, «гёз» – глаз, «гёзлюк» – это очки. Или «кулак» – ухо, «кулак», «лык» – наушники – приспособление для уха. Или «гёзлюк» – это у нас было приспособление для глаз. Также, например, «баш» – это голова, «башлык» – это изголовье, изголовье кровати. Или это может быть заголовок текста, тоже «башлык», потому что он во главе стоит. Бывает так, что одно и то же слово может означать несколько совсем разных предметов. Нам главное понимать логику того, как это создается, логику этого аффекса «лык». И тогда все слова, в которых вы увидите этот аффекс, вам будет легче логически воспринимать, что это вообще может быть, что это может обозначать. «Гелин» – это невеста, значит «гелинлик» – что это может быть? «Гелинлик» – это свадебный наряд невесты. Это что-то, что связанное с невестой, и в данном случае у нас свадебный наряд невесты. «Анафтар» – ключ, «анафтарлык» – это брелок для ключей. «Анафтар», «анафтарлык». И «буз» – лед, «бузлук» – место, где у нас много льда, место для льда. «Бузлук» – у нас морозильная камера. Буз, бузлук. Точно так же бузлук иногда называют место, которое производит лед. Тоже называют его бузлук. Следующий тип слов. С помощью аффекса лык у нас образуются абстрактные имена существительные. И это происходит преимущественно из прилагательных. Например, темиз чистый, темизлик, уборка. Зор, трудный, зор-лук, трудность или сложность. Мутлу, счастливый, мутлу-лук, счастье. Йолджу, путник, йолджу-лук, путешествие. И, хороший, или добро. Генч, молодой, генч-лик, молодость. Дост, друг, дост-лук, дружба. Ач, голодный, ачлык, голод. Гюзель, красивый, гюзель-лик, красота. И последнее у нас слово. Кё-ту, плохой. Кё-ту-люк, зло. Как вы видите, все здесь слова. Это и-лик, добро. Кё-ту-люк, зло. Мутлу-лук, счастье. Ачлык, голод. Темизлик, уборка. Генч-лик, молодость. Гюзель-лик, красота. Зор-лук, трудность. Дост-лук, дружба. Йолджу-лук, путешествие. Это все слова, которые являются абстрактными, именами существительными. Как вы видите, эти слова не обозначают предметы, а обозначают какие-то чувства, какие-то понятия, которые нельзя трогать руками. Они у нас абстрактные. Как вы видите, при помощи аффекса лык образуются разные типы слов, и логика может совсем быть не похожая. На этом урок закончен. Надеюсь, он был полезен для вас. Возможно, новички смогут пополнить свой словарный запас при помощи таких уроков. Если вам нравится урок такого типа, ставьте класс. Делитесь в соцсетях, и пусть это видео смотрят не только вы, а и ваши друзья. Если что-то непонятно, оставляйте свои вопросы в комментариях. Я буду пытаться на них отвечать. Спасибо за внимание. До скорых встреч.